Мы бы хотели услышать от вас, как от первоисточника, какие это промежуточные результаты, окончательные результаты, что и как происходит, и какая ответная реакция. У нас Фёдор Легиславский, председатель координационного совета Харьковской общественной иллюстрационной палаты, Ольга Берошник, член жюри Харьковской общественной иллюстрационной палаты, и Светлана Легиславовна, член координационного совета Харьковской общественной иллюстрационной палаты. Пожалуйста, Петр Маклановский. День добрый. Действительно, тогда я начну с кратенькой информационной справки о том, что такое иллюстрационная палата, Харьковская общественная иллюстрационная палата, потому что анализ, мониторинг средств массовой информации и реакции людей свидетельствует о том, что не все знают далеко о том, что это за инициатива, чем мы занимаемся. Поэтому я буквально несколько слов об истории. Фактически, после революции достоинства, достаточно мощная с точки зрения и количества, и качества, инициативная группа харьковских активистов выступила с инициативой создания общественной инициативы, сначала неформализованной в качестве неформализованного объединения общественных организаций, профессиональных ассоциаций, профессиональных союзов, средств массовой информации. И была эта инициатива оформлена положением о Харьковской общественной иллюстрационной палате. Это положение и меморандум о создании иллюстрационной палаты было подписано больше 40 общественными объединениями, в состав которых по общему количеству входят несколько десятков тысяч участников, членов. Поэтому мы можем утверждать, что наша Харьковская общественная иллюстрационная палата имеет достаточно серьезное представительство, она является достаточно репрезентативным органом гражданского общества Харьковщины. И в процессе деятельности было принято решение о формализации статуса Харьковской общественной иллюстрационной палаты. На сегодняшний день она является юридическим лицом, гражданским объединением общественных организаций, главной целью которого является внедрение в практику главных идей революции достоинства Майдана, а именно очищение власти, борьба с коррупцией, устранение от власти тех людей, которые себя дискредитировали своими действиями, решениями. И именно с этой целью мы проводим те общественные иллюстрационные процедуры, последняя из которых или крайняя из которых создала такой интересный резонанс в городе Харькове, и не только в городе Харькове, а наверное и во всей Украине, связанный с процедурой общественной иллюстрации главы Харьковской областной государственной администрации Игоря Львовича Ранина. Что касается реакции на нашу инициативу и на процедуру, которая имела место 24 июля этого года и прошла в форме заочного слушания дела господина Ранина, то я хочу заметить, что тот резонанс и та, скажем так, буря негатива, причем именно со стороны власти и ближайшего окружения власти, свидетельствует о том, что мы на правильном пути, что мы делаем все правильно и мы будем и дальше заниматься этой процедурой общественной иллюстрации. И буквально несколько слов о том, какая юридическая природа нашей деятельности и какое значение. Как юрист я хочу пояснить, что, конечно же, мы, наша Харьковская общественная иллюстрационная палата, никоим образом не подменяет собой действия официальных органов, которые в соответствии с законом об очищении власти призваны бороться на государственном уровне с отстранением от власти тех должностных лиц, которые подпадают под действие этого закона. Но поскольку на сегодняшний день практика уже свидетельствует о том, что закон достаточно сильно пробуксовывает, мягко говоря, не все эти люди, которые дискредитировали себя и продолжают заниматься не совсем хорошими вещами, в кавычках, и принимают уже очень интересные решения, продолжают оставаться на своих местах и под действие этого закона не попадают, поэтому наша общественная организация является сугубо общественной инициативой, которая должна на практике воплотить главные идеи открытости власти перед обществом, сотрудничества власти с обществом, и мы как раз с этой целью и занимаемся общественными иллюстрационными процедурами. Я думаю, что Светлана кратко расскажет об истории процедуры общественной иллюстрации господина Ранина для того, чтобы снять опять же вопросы. А по ходу мы будем комментировать те основные моменты, которые вызвали наибольший резонанс, наибольшие вопросы. Спасибо, Федор, большое. Действительно, история общения с господином Раниным у нас достаточно имеет долгий период. В группе порядка 20 активистов, которые пришли в кабинет в первый же день работы Игоря Львовича в Харьковской области администрации, были представители иллюстрационной палаты. Мы рассказали о том, что есть такая инициатива. Игорь Львович с большим удовольствием и действительно с намерением и желанием сказал, да, конечно, я готов пройти общественную иллюстрацию. Мы дали документы и устав, на основании которого мы работаем, и положение, на основании которого мы работаем, объяснили всю систему, весь ход процедуры, что она в себя включает. Первое, это заполнение иллюстрационного заявления. Это иллюстрационное заявление было занесено в облдержадминистрацию на следующий же день. Вторым этапом является проверка данных, которые были даны в иллюстрационном заявлении, и сведений, которые находятся в открытых источниках. Далее идет этап уже приглашения на собеседование, на общение с представителями жюри Харьковской общественной иллюстрационной палаты. И заключение, которое дает жюри, насколько человек соответствует трём П. Второе, это порядочность, патриотизм и профессионализм. Это основные три принципа, которые работают в Харьковской общественной иллюстрационной палате. Насколько вы знаете, насколько я промониторила средства массовой информации, 9 средств массовой информации опубликовали иллюстрационное заявление, которое заполнил Игорь Львович, и опубликовал его сначала на сайте Облдэш-администрации 22 марта. То есть фактически со 2 февраля до 22 марта Игорь Львович ознакомливался со всеми документами, задавал вопросы и всё-таки решился, и сам, даже не предупредив, просто заполнил и опубликовал иллюстрационное заявление. Для нас это было сигналом, что человек действительно открыт и готов идти на разговор с гражданским обществом. После 22 марта мы объяснили, что у нас есть 30 дней, согласно положению на проверку данных, на проверку сведений, а дальше нужно назначить, выбрать день и время для проведения общественной процедуры, процедуры общественной иллюстрации. В устной форме сначала нас попросили, так как это совпадало уже по датам с майскими праздниками, мы все помним, что была действительно очень опасная и горячая ситуация, мы пошли навстречу, мы понимали всю серьезность ситуации, поэтому договорились, что в конце мая, после того, как пройдет сложный и горячий период, в конце мая, пожалуйста, Игорь Львович, выберите дату, удобную для вас. В конце мая нам сказали, что нет, не готов, пожалуйста, предоставьте дополнительные документы о суде кто, дайте, пожалуйста, подробные резюме по составу жюри. Мы выполнили это требование, трижды эти документы терялись где-то в коридорах и кабинетах облдэш-администрации, мы честно повторяли, мы предоставили все документы всех членов жюри Харьковской общественной иллюстрационной палаты. Мы написали три официальных письма, которые были переданы в облдэш-администрацию на имя Игоря Львовича, предлагая ему самому выбрать удобный день и время для прохождения общественной процедуры. Причем мы понимали его занятость, мы об этом писали тоже в письме и говорили, что члены жюри пойдут на встречу и это может быть даже конец, конца недели, пятница, или даже выходной день, если он готов действительно пообщаться с гражданским обществом. У нас нет ни единого письменного ответа от господина Райнина о том, что он не может, он занят или о том, что он не хотел бы проходить общественную иллюстрацию, он изменил свое мнение. Вот такая история. Да, и поэтому продолжая то, что говорит Светлана, я хотел бы, во-первых, акцентировать внимание на последних словах, на три официальных обращения достаточно репрезентативного общественного объединения глава Харьковской государственной областной администрации, фактически в ранге чиновников, наивысшее должностное лицо Харьковского региона, ни разу не дал письменный ответ. Чем нарушил, грубо, цинично, закон Украины об обращениях граждан, который обязывает любое должностное лицо давать ответ в течение 10 дней. То есть, если руководитель области и чиновник, государственный служащий такого уровня пренебрегает требованиями закона, игнорирует закон своими действиями, или вернее, своими бездействиями, своей бездеятельностью и своим примером таким, он демонстрирует, что, наверное, закон не является обязательным, по крайней мере, для такого важного чиновника, как господин Ранин. Это уже очень тревожный сигнал. Но, тем не менее, понимая, что дальше затягивать процедуру нельзя, Координационный совет своим решением, о котором, опять же, было письменно уведомлено господина Ранина 14 июля этого года, назначил процедуру люстрации на пятницу, 24 июля, на конец рабочего дня, на 16 часов, надеясь, что это позволит найти время и прийти пообщаться с нашим гражданским обществом. И одно уточнение, перед тем, как я передам слово следующему спикеру, как сказала Светлана, у нас фактически процедура люстрации заканчивается публичным, открытым, очень таким благоприятным, свободным общением, дружественным с человеком, независимым жюри. В состав независимого жюри, который проводит непосредственно процедуру люстрации, входит 12 человек. Причем хочу, перед тем, как передать слово Ольге, обратить внимание, что эти 12 человек тоже являются не просто отдельными физическими лицами, гражданами города Харькова, они являются представителями очень существенных общественных объединений, ассоциаций, профессиональных ассоциаций, за которыми стоят десятки, а то и тысячи людей. И поэтому подбор членов жюри для нас был очень важным, и мы рассматривали предложения общественных объединений, ассоциаций, и принимали очень взвешенные решения перед тем, кого включать в состав жюри. И вот как раз один из представителей жюри, Ольга Мирошник, тут присутствует. Я думаю, она кратко еще о своих коллегах несколько слов скажет буквально, и о том, каким образом проходила, собственно, процедура люстрации, каким образом было принято решение. Спасибо. Спасибо. Ну, продолжу тему о суде и кто. То есть, это не наше выражение, это мы прочитали уже и посмотрели в интервью, это сами чиновники, когда узнали о люстрации губернатора, начали сомневаться и начали выяснять, а кто же такие люстраторы, а кто же такие члены жюри, что они позволяют себе судить кого-то. Мы не судим. Но судите сами. Я немножко расскажу, кто такие 12 человек, члены жюри. Честно говоря, когда меня пригласили стать членом жюри, я очень удивилась. Я слышала о том, что создается иллюстрационная общественная палата, но как-то не обратила внимания и не очень изучала. И когда меня пригласили стать членом жюри, я спросила, «А почему я? А как вы меня выбрали?» Оказалось, что членов жюри подбирали в течение шести месяцев. Как эта процедура происходила? Путем личных встреч, путем отслеживания в СМИ результатов работы конкретных людей, путем изучения деятельности тех членов жюри, которых приглашали. И таким образом, путем такого снежного кома, изучая, кто есть кто в нашем городе, выбрали 12 человек и предложили стать членом жюри. Задача члена жюри – это изучив ситуацию, выслушав человека, который пришел на общественную иллюстрацию, просто проголосовать, проходит он общественную иллюстрацию или нет. Вот таким образом мы работаем. Кто же все-таки член жюри? Член жюри – это адвокаты, это юристы, это профессора, самое главное – это бизнесмены, которые знают ситуацию в городе, и это, конечно же, общественные деятели. То есть те обвинения, которые вот сейчас я прочитала даже и в мой адрес, и в адрес общественного жюри, что это бездельники, это общественники, которые вечно всем недовольны. Но, понимаете, вы можете познакомиться с биографиями членов жюри, можете посмотреть, чем они занимаются, и могу вам сказать, что это абсолютно не так, что мы работаем и делаем для города очень много, не меньше, чем власть. Ну, я могу привести только… Я сейчас членов жюри нет, я не могу о них говорить, хотя это очень достойные люди. Я могу сказать только о своей организации, которая уже 20 лет, Фонд местной демократии. Мы за 20 лет занимаемся реформами местного самоуправления. Я вхожу не в одну правительственную программу и в группу по подготовке законопроекта, по подготовке реформы. И последние годы, особенно последний год, у нас очень интересная программа, которая называется «Диалоги примырения, диалоги зарады мыру». И мы даже выпустили… Ну, то есть мы хотим мира в городе Харькове. Мы даже выпустили вот такую декларацию, которая называется «Декларация громадской сгоды». Я здесь, в пятом планте, я сейчас вот только обратила внимание, «Гарантию сбережения миру и стабильности в регионе и активность спилпраця громады с усима гелками влады, с новыми структурами». Вот представьте себе, я профессионально со своим коллективом занимаюсь тем, чтобы был мир в городе и чтобы власть и общественность разговаривали на одном языке, чтобы они понимали друг друга и чтобы мы действительно делали вместе реформы. Ну, не могу я как член жюри вводить раздор в отношения губернатора и общественности. Наоборот, у меня даже все знают, что наша специальность нашего фонда это взаимодействие власти с общественностью. Всю жизнь этим занимаюсь. И когда мы приглашали Игоря Львовича, хотелось только посмотреть, как он видит реформы. И все мои вопросы, которые я задавала, были о реформах. Что он за человек, улыбается он или нет, я его лично не знаю, я с ним не сталкивалась. Поэтому хотелось больше узнать, позадавать вопросы. Вот вся наша, ну, то есть наша цель была. Но, к сожалению, он не пришел. И анализ членов жюри деятельности, взаимоотношений, попыток взаимодействовать со структурами обладательной администрации, ну, мы пришли к выводу, что мы не говорим о профессионализме сейчас. Мы пришли к выводу, что Игорь Львович недостаточно открыт и не готов идти на диалог с общественностью. Да, пусть эта общественность не представляет всего города, но это более 40 человек. Это уже большая... Более 40 организаций. Организаций. И самое главное, что эта организация огромная, она ничего не просит. Она предлагает помочь и в кадровом вопросе, и в открытости работы власти. А сколько у нас проектов, но нас никто не спрашивает и никогда не приглашает. Поэтому мне бы очень, конечно, хотелось увидеть, познакомиться и предложить даже те проекты, которые у нас есть. Мы живем в одном городе, у нас разные идеологии. Одни за памятник Ленина, другие против. Одни, как мы называем, там, за Россию, другие за Украину. Люди с разными идеологическими взглядами. Но мы должны научиться с людьми с разными идеологическими взглядами делать общее дело, которое объединяет и на пользу городу. Так вот, наша иллюстрационная палата, я уверена, я вижу это, что она как раз цель ее объединять людей, объединять власть и общественность. Поэтому я все-таки предлагаю посмотреть на нашу деятельность с другой стороны и призываю власть не бояться, а приходить и общаться, и рассказывать то, может быть, даже просить какой-то помощи, значит, ну, мало ли, какие вопросы могут быть и какие у нас программы. То есть я за сотрудничество. И решение жюри. А, решение жюри. Единогласно мы проголосовали все 12 человек за то, что наш Юрий Львович... Игорь Львович. Ой, извините. Что Игорь Львович не прошел общественную иллюстрацию. И что... Почему? Потому что он недостаточно открыт и, видимо, не готов к диалогу общественности. Вот это основная была причина, претензия или вот аргумент. Можно маленькое дополнение. Вот Ольга не зря говорилась, назвав Юрию и Юрий. Мы как раз перед пресс-конференцией говорили о том, насколько все-таки, да, мы всегда сравниваем. И у нас есть очень яркий пример, очень положительный, интересный пример общественной иллюстрационной процедуры с Юрием Валентиновичем Георгиевским. Этот человек показал действительно, ну вот честно и очень открыто показал, что он готов сотрудничать с гражданским обществом. И это было во время всей подготовки иллюстрационной процедуры. Это было во время иллюстрационной процедуры. Я думаю, что на civilforum.com.ua сохранилась эта видеозапись. Для тех, кому интересно, просмотрите, пожалуйста. Юрий Георгиевский совершенно открыто и честно отвечал на самые каверзные вопросы, которые ему задавались. Он дал исчерпывающие ответы на все, что хотело знать общество. И самое главное, что и после прохождения общественной иллюстрационной процедуры он не закрылся, он не перестал сотрудничать с гражданским обществом. Он совершенно доступен, в хорошем смысле слова, для общения. Он работает, он помогает. И вот сколько времени уже прошло, он по-прежнему на связи. Это вот самый главный вопрос, действительно, как раз самый главный итог общественной иллюстрационной процедуры. Ну да, я, наверное, подведу небольшой итог, но перед этим я хотел бы еще все-таки несколько слов в заключении о процедуре Игоря Львовича ранена. Я хотел бы уточнить то, что сказала Ольга, что жюри не принимало решения и не оценивало профессионализм Игоря Львовича. Оно не оценивало результаты его деятельности на посту главы облдержадминистрации. Оно не оценивало его декларацию, хотя тут тоже возникают вопросы. И один из вопросов, который бы хотела услышать харьковская общественность от Игоря Львовича, это уровень его дивидендов при отсутствии вкладов в банки, о чем свидетельствует его декларация. Ну это так, к слову, я думаю, кому интересно, могут на сайте облдержадминистрации его декларацию изучить, и я думаю, что у многих возникнут вопросы, что за дивиденды можно получать, не имея никаких вкладов ни в каких финансовых учреждениях. Ну это так, к слову. Что касается результатов общественной процедуры, как было уже сказано, жюри ХОЛП приняло решение о том, что Игорь Львович не прошел процедуру общественной иллюстрации, поскольку он не показал открытости, не продемонстрировал пример. Кстати, решение Координационного совета ХОЛП касалось того, что поскольку губернатор или глава облдержадминистрации дал согласие пройти процедуру иллюстрации, мы специально не проводили другие процедуры в отношении других чиновников, ждали, что глава облдержадминистрации своим примером продемонстрирует открытость, и другие чиновники Харьковской области, они последуют его примеру и будут смело идти на процедуру иллюстрации. Но получилось немножко не так, как планировалось. Вопреки обещаниям неоднократным пройти процедуру, господин Ранин не явился, и возникает у многих вопрос, а что дальше? Как я уже сказал в начале, Харьковская общественная иллюстрационная палата будет действовать теми методами, которые предусматривает действующее законодательство. К сожалению, действующее законодательство большого выбора вариантов наших действий дальнейших нам не предоставляет. Есть возможность обращаться с обращениями письменными к разным органам государственной власти. И на заседании Координационного совета вчера, которое состоялось по результатам этой процедуры, было принято решение обратиться к президенту Украины, который назначал своим указом господина Ранин на должность, обратиться к премьер-министру Украины, к кабинету министров, который рекомендовал по конституции назначение господина Ранин на эту должность, где изложить отношение харьковской общественности, которую мы представляем, к тому, что он проигнорировал данную процедуру. И более того, акцентировать внимание на реакцию, достаточно, на мой взгляд, интересную и показательную господина Ранина на нашу инициативу. Если открыть сайт «Радио Свобода» и посмотреть, послушать, и там есть видеозапись интервью господина Ранина по поводу его иллюстрации, то, на мой взгляд, он продемонстрировал очень интересную тенденцию. Он фактически сказал, что я в игры, которыми занимаются общественные организации, не играю. Я пришел не болтать, а работать. Слово «болтать» тоже мне какие-то смутные ассоциации с другим режимом и с другими чиновниками вызывает. Но, тем не менее, фактически данными словами, озвученными публично, Игорь Львович Ранин перечеркнул инициативу гражданского общества. Он сказал, что гражданское общество – это непонятно какие игры, а я, государственный чиновник, который призван представлять интересы, в том числе, гражданского общества, занимаюсь важными делами. То есть он фактически сказал, что нас не интересуют вот эти инициативы, благодаря которым, в том числе, Порошенко стал президентом, а он, соответственно, главой облдержадминистрации на фоне и в результате гражданской активности. Майдан – это и есть проявление гражданской активности. Поэтому, когда власть, новая власть, которая призвана олицетворять новые подходы к сотрудничеству с обществом, с гражданским обществом, демонстрировать открытость, о которой неоднократно заявлял и президент, и премьер-министр, и есть целый ряд государственных программ, скатываются, образно говоря, в колею закрытости, то есть, на наш взгляд, это гражданское общество оставить без внимания не может. И мы будем действовать теми методами, которые позволяют законодательство гражданскому обществу. И еще, на самый последок, хочу сказать, что очень неожиданная для нас, реакция на процедуру общественной иллюстрации последовала со стороны очень многих людей. Нам начали поступать звонки, по результатам которых были встречи, и очень много интересной информации было предоставлено о деятельности чиновников областной государственной администрации, которая сейчас изучается, которая будет озвучена более подробно, и я думаю, это будет интересно и для журналистов, и не только для журналистов, но и для правоохранительных органов. В частности, я лично проанализировав сайт облдержадминистрации с точки зрения размещенных на сайте официальных документов, нашел два очень, даже не два, а три очень интересных распоряжения, которые висят в свободном доступе. Ну, в частности, распоряжением Харьковской областной государственной администрации от 12 июня 2015 года обществу с ограниченной ответственностью первая украинская газо-нефтяная компания надано разрешение на разработку документации для дальнейшего использования Агульцовского газоконденсатного родовища за пределами города Любдина Харьковской области. В чем интересность этого документа? А интересность этого документа состоит в том, что, если проанализировать в открытых источниках конечного бенефициария этой первой украинской газо-нефтяной компании, то оказывается интересная информация. Ее собственником конечным является бывший министр природных ресурсов господин Злочевский, который находится в розыске в связи с рядом совершенных преступлений. У меня очень простой вопрос к господину Ранину, который я бы хотел задать, конечно, и во время иллюстрации, но поскольку он не пришел, приходится задавать заочно. Знает ли господин Ранин, что его подчиненный, заместитель, подписал распоряжение, которым предоставляется право проводить добычу полезных, фактически искупаемых, в будущем лицу, который находится в розыске за совершенные преступления, и которые непосредственно имеют тесное отношение к прошлой власти. Кроме того, у меня, как у юриста, возникает еще очень интересный вопрос с точки зрения непосредственной деятельности господина Ранина. На том же сайте облдержадминистрации имеется два интересных распоряжения, датированных 14 февраля 2015 года. Распоряжения, вроде бы, на первый взгляд, ничего такого революционного не несут. Они за подписью господина Ранина, одно под номером 67, другое под номером 66. То есть через фактически 14 дней пребывания на должности главы областной государственной администрации господин Ранин подписал это распоряжение. Это распоряжение, и одно, и второе, касается предоставления льгот по налогообложению двум хозяйствующим субъектам. Ну, может быть, надо проанализировать, я сейчас не готов сказать, может быть, он имел право подписывать такие документы. Но содержание этих документов у меня, как у юриста, сразу породило интересные вопросы. Первый вопрос. Распоряжение, как я сказал, принято 14 февраля 2015 года. Но льготы по налогообложению почему-то этим распоряжением и одной, и второй компании предоставляются с 1 января этого года. То есть распоряжение предоставило льготы фирмам задним числом, два месяца назад. Ну, и это еще не самое интересное. Самое интересное, я думаю, будет озвучено немножко позже. Для того, чтобы сохранить интригу, скажу только, что льготы предоставлены организациям, которые были основаны организацией инвалидов, которая называется «Союз инвалидов Аверс». И самое интересное для меня, как для юриста, опять же, исходя из анализа информации, которая имеется в свободном доступе, это адрес юридический, по которому зарегистрирована эта организация «Союза инвалидов Аверс». А зарегистрирована она на территории доблестного города Стаханово Луганской области. Я думаю, комментарии другие излишни. И это не самые интересные документы, которые имеются в нашем распоряжении и которые мы будем в дальнейшем рассматривать, анализировать и реагировать в соответствии с действующим законодательством. Это все, что мы хотели, в принципе, сказать. Если есть какие-то дополнения... Ну, реально, может быть, два слова о мониторе информации, о которой в свободном доступе есть. И, опять же, основываясь на интервью, которое Игорь Львович дал «Радио Свобода», он упомянул к вопросу «О суде кто?» Называет о том, что он недоволен был, его в списке жюри не устраивали несколько человек и говорит о том, что среди членов жюри есть коммунист. Ну, во-первых, да, действительно, человек живет на этой земле более 60 лет, люди в жюри взрослые, состоявшиеся, и нет ничего странного в том, что кто-то когда-то имел партийный билет. Но при этом, согласно иллюстрационной процедуре, которую внутренне прошли все члены жюри, этот человек не занимал никакие руководящие должности ни в партии, ни никогда не был чиновником государства. Соответственно, в данном случае это совершенно оправданный и понятный вопрос. А вот те документы, вот буквально после иллюстрации нам принесли оригинал издания 2003 года, издание называется «Смолоскып», автор, очень известный украинский диссидент, политический заключенный Степан Саполяк, человек, который описывает, он родом западной Украины, но в местах заключения он был здесь согласно приговору, именно в Харьковской области проходил, отбывал свое наказание. Вот Степан Саполяк описывает конец 80-х годов, руховское движение, которое очень активно развивалось в Харькове, описывает события на стадионе «Динамо» 1989 год. Вот дальше для прессы я уже не буду акцентировать и пересказывать, что описано в книге, если вы найдете это издание, или именно что говорил Степан Саполяк, кто здесь проводил над ним пытки, кто его арестовывал, что эти люди говорили про Украину, про руховское движение и про украинскую государственность в частности, это вот вопрос для прессы, пожалуйста, раскопайте, а мы потом расскажем. И на сегодняшний день, зачем я рассказываю, эти люди работают в обуви вашей администрации, те люди, которые... В ближайшем окружении. В ближайшем окружении Игоря Львовича работают эти люди. Спасибо за внимание. Такая информация, да, поступает. Да, Федор, вы сказали, что после иллюстрации Игоря Райнина, вам начали поступать... В том числе то, о чем сказала Светлана. Да, такая информация. И не только это. Назвать какие-то конкретные фамилии. Фамилии назвать кого? Чиновникам абсолютно... Фамилия не в чиновниках, информация не в чиновниках, информация в принимаемых решениях, чиновниками конкретными. Мы сейчас их анализируем, учитывая наличие презумпции невиновности, мы не будем бросаться голословными заявлениями. То, что я лично, скажем так, проанализировав свободное от службы, как сказал один чиновник области администрации, знаете, как сейчас модно говорить, практически оговорка по Фрейду, как сказал отправленный в погран войска Венеславский. Ну, он не сказал Венеславский, он сказал, как отправленный в погран войска один из активистов. Слово отправленный ключевое, я думаю. Кем, за что и когда. Ну, это так, к слову. Так вот, я лично проанализировал вот эти документы облдержадминистрации и пришел к очень интересным выводам, которые, я думаю, будут иметь продолжение очень интересное не только для нас, но и для правоохранительных органов. Есть еще вопрос. Та инициатива, которая предшествовала иллюстрация общественная Игоря Райнина, она была обнародована в поискуке и очень активно. Вы почитывали, сколько людей присоединилось за это время, сколько вопросов было задано. Есть у нас. Вот, во всей видимости, обычные шлюди присоединяются к этой инициативе, поэтому можно более подробно об этом рассказать? Действительно, когда мы объявили, есть на Фейсбуке, есть открытая страничка Харьковская иллюстрационная палата, она тогда еще не называлась общественная, она появилась больше года тому назад, когда мы только начинали, были в процессе становления формирования. Действительно, мало того, на этой страничке была организована такая специальная даже часть вопроса к Игорю Львовичу, что бы вы хотели узнать именно от общества. И наши жюри, когда задавали свои вопросы, основывались прежде всего на трех пунктах. Первый пункт – это информация, которую мы нашли из открытых источников, и по этой информации хотелось задать вопросы на уточнение, в частности, здесь есть обвинение в коррупции Игоря Львовича. Действительно, без его пояснений этих обвинений, в частности, да, издание «Главное», здесь несколько статей по поводу коррупционных связей. Жюри хотели задать вопросы по информации, которые им дал экспертный совет. Второе – это вопросы, которые сами члены жюри хотели бы задать. И третье – это были вопросы, которые появились от людей, откликнувшихся на эту инициативу. В общем-то, на иллюстрационной процедуре под камерой были зачитаны абсолютно все вопросы, абсолютно все вопросы, которые люди прислали нам, как бы они ни звучали. Кто-то сказал, что это детские вопросы, непрофессиональные, но люди хотели знать, и мы совершенно по-честному зачитали эти вопросы. Каждый день по статистике к Харьковской общественно-иллюстрационной палате на Фейсбуке, ну, от 15 до 20 человек присоединяются, количество людей растет, их сейчас уже порядка больше, чем 2300, под 400 человек. И, ну, в общем-то, вопросы задают люди, каких-то неизвестных людей совсем нет. Это действительно в Фейсбуке активные люди, те, которые и известны и на акциях, и в городе, те люди, которые делают и много участвуют в разных общественных движениях и в работе, и после Майдана, поэтому каких-то таких новых людей не проявилось. Но те вопросы, которые есть, это люди задают действительно по факту каких-либо попыток работать с обл.д. администрацией, когда не было ответа и возможности пробиться самим в кабинет и как-то задать эти вопросы. Вот через Фейсбук нам прислали таким образом. Есть еще вопросы? Да, вопросы не по губернатору, а по директору коммунального предприятия Центра обращения с животными Шапанова. Депутат городского совета инициировал ее увольнение через иллюстрационную палату. Есть информация? Я же сказал, что пока мы не провели процедуру иллюстрации господина Аранина, мы приняли решение другими процедурами не заниматься для того, чтобы показать пример. Но, к сожалению, теперь будем, конечно, догонять то, что упустили из-за, скажем так, такой искусственной ситуации затягивания процедуры на протяжении фактически полугода. Понятно. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Может быть такой коротенький вопрос. Как активизировались люди после того, как Райан не пришел на ответ? Очень существенно активизировались. И та информация, которую мы сегодня сказали, которая поступает, это только, ну, мы озвучили каплю среди того массива, который на сегодняшний день имеет место быть и который люди нам предоставляют. Поэтому я думаю, что в ближайшее время многих ждет интересная информация по поводу деятельности господина Аранина. не всегда, к сожалению, соответствующей идеям, которые декларировал президент Украины во время своего предвыборного марафона. То есть, Федор, наверное, вы хотите сказать, что нравится власть или не нравится работа общественной иллюстрационной палаты, поддерживают, серьезно воспринимают они или нет, у нас работа будет, и мы, организации серьезные, мы будем продолжать работать. Конечно. И независимо от того, признают это или не признают органы власти. Как я уже сказал, реакция на нашу инициативу и на нашу иллюстрацию 24-го, она наиболее показательная в том, что о том, свидетельствуются, что мы на правильном пути, и это нужно продолжать. Ждем тогда. Спасибо.